Продолжим наши короткие путешествия по псалмам Давида. Третий псалом. Ну, во-первых, написано в трактате Брахот, что спросил Раби Абу, почему в книге Тьелим вначале написан третий псалом Давида, когда он бежал от Авшалома, а потом 57-й, когда Давид от Шауля. Хотя вначале была история с Шаулем, а потом с Авшаломом. И ответил Раби Абау, что соседство тем в Торе само по себе несет информацию. Тема восстания в Шалом. Они случайно идут после второго псалма о войне Гоги и Магога. Письменные Торе описаны всегда не по порядку. Медраж Тьелим, комментируя именно к этому третьему псалму, в комментарии, приводит такую причину. Написано в книге Йова, не зная, чья ценность ее. То есть мы не представляем, какая ценная Тора. Сказал Раби Аль-Азар, что если Тора была написана в хронологическом порядке, любой человек, читающий Тору, мог бы творить миры, оживлять мертвых и так далее. То же самое с Тиелим. Мы должны понимать величие этой книги. Мудрец Раби Йошоа бен Леви хотел расположить книгу Тиелим в хронологическом порядке, в другом, такой, как по идее должен быть. Но с небес его остановили, раздался голос не будите спящего. То есть речь идет о негневи Давида, который установил именно такой порядок. Это говорил Раби Иуда Штуп. Есть еще одна причина, по которой тема восстания Афшалома идет после темы войны Гога и Магога. Сказал Раби Ахо, что тут простая истина. Плохие дети тяжелее для родителей, чем будущая война Гога и Магога. Это очень тяжело. Еще чему мы учимся. Во время последней встречи царя Давида с Афшаломом, когда Афшалом сказал, что идет в Хеврон, сказал ему Давид, иди в мире. Иди в мире. Что это? Лех Бешалом. И он пошел, поднял восстание против отца. Сказано также, что надо говорить совсем иначе. Иди к миру, Лешалом. Почему? Поскольку написано в Торе, что Итро так сказал своему зятю Маше, который пошел в Египет и имел успех, вывел еврейский народ. Нельзя говорить на еврите, вот как это? Иди в мире, Лех Шалом. Ибо так сказал царь Давид Афшалому, и он был убит. Это коротко. Читает этот псалом, написано при головной боли, при разных головных болях, очень полезно всегда читать его. И при болях в плече. Обычно что делают? Берут масло, оливковое в идеале, наливают, ставят его в бутылочку, читают псалом возле него, желательно несколько раз, три раза вообще лучше, три раза в идеале. И потом этим маслом берут и мажут место. И написано в книгах наших написано, что это помогает. Вообще в Талмуде написано в трактате Швот, что есть два псалма против злых духов. Третий и девяносто первый. Поскольку они оберегают от злых духов, сказано в Шурхана Рухи, что перед сном обязательно надо еще, кроме помин, мочления, шмань, надо читать эти гилимы, из тебя что-то, ну как, мучает, или что-то тебе мешает. Кроме того, сказано, что здесь и скрыта огромная тайна упования. Надо увидеть всю глубину божественного надзора. Третья глава книги Тегелим перечитывается всегда, когда у нас в начале каждого месяца ее еще читают. В ней Давид рассказывает о чем? О своих чувствах во время самого тяжелого периода правления. Кажется, все рушится у него в жизни. Покидает Иерусалим, дом, пост. Все покидает, да? Значит, и что происходит? Сын восподнимает против него бунт. Но и в этой ситуации Давид заявляет, голосом моим к Шему взываю, и он отвечает мне. То есть даже в самый тяжелый момент, он уверен в защите свыше. Источником оптимизма Давида, что написано, я ложусь и спокойно сплю, и тревожиться прекращаю, поскольку Ашем дает мне опору. Вот это ежедневное чувство, которое мы утром читаем молитву, когда пробуждаемся, вот это чудо пробуждения, которое мы почти не замечаем, является для Давида источником надежды. Если Бог возвращает человеку душу каждое утро, то он непременно спасет человека от преследователя, вернет Давидское уважение, почет. Поэтому Давид, что говорил, я не боюсь десятков тысяч народов, которые меня окружали. Четвертая строчка этого псалма. Ты моя защита, речь идет о Маген Давиде. Это слово состоит из трех букв. Мэм, Гимель, Нун. Написано, что Каббала, что первое это М, это ангел Михаэль, второе Габриэль, и третье Нур, Нуреэль. Эти три ангела охраняющие человека, особенно в дороге, особенно в тяжелой. Поэтому мудрецы советовали читать этот псалм при любой дальней сложной дороге. Во второй строчке этого псалма связаны слова, связаны с понятием разорвать. Поэтому эту строчку читают, когда ты чувствуешь какой-то приговор разорвать, это все надо читать. Короткую историю расскажу. Во время мировой войны был рабе Зеев из Бриска в том городе. Много бомбы, люди падали, люди в панике, в страхе. А он лежал и спал. И семью свою научил, спали все. И вот его спросили, как он способен на такое. Он ответил, что единственное, что не дает ему заснуть ночью, это вопросы Рамбама. Если я их решил, то какие проблемы у меня будут. Бомбы, каждая бомба имеет свой адрес. И вообще сказал Раве из Бриска, что значит, как ты способен. Ведь в стихе Тегелим, третьем псалме написано, ложусь и засыпаю. Если писание говорит, значит можно в любом состоянии. Это была страшная ситуация. Бежал от сына. Следовательно, имеет доказательства, сказал Рав, что даже в наиболее трудных ситуациях можно и нужно лечь и уснуть. Таково обыкновение богобоязненных, совершенных людей. Нам надо стараться учиться у них хоть чуть-чуть. Брахава от слаха. Переходим в следующем псалму.